Здравствуйте! В эфире программа «Основные новости» в студии Ольга Кудакова. Сегодня в выпуске. Открытие первой идеальной организации в Москве. Что это значит для расширения саентологии в СНГ? Сотрудники Саентологической церкви Москвы помогли отпраздновать столетие со дня рождения ЛРХ в 11 городах. Президент СЦМ Антон Лычкин побывал с дружеским визитом в Одессе, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Концерт в идеальной организации Москвы. Легендарный музыкант, медалист Свободы Масс, АТИ-7, Чик Корея посетил саентологическую церковь Москвы. Что он посоветовал саентологам СНГ, вы узнаете далее в нашем выпуске. 26 февраля 2011 года стал легендарным днем, который останется в памяти на все времена. Этим морозным февральским днем открылась первая идеальная организация в Москве. Давайте вновь посмотрим, как это происходило. АПЛОДИСМЕНТЫ И теперь настало время официально перерезать ленточку. И открыть двери нашей новой идеальной церкви саентологии Москвы. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Добро пожаловать в московскую идеальную организацию. Меня зовут Антон Лычкин, и я являюсь президентом Саентологической церкви Москвы. Сегодня я с гордостью представляю вам нашу организацию. Это не просто красивейшее здание в центре Москвы. Это не просто самая большая организация класса 5 на планете, с количеством штатных сотрудников 350. Это не просто самая большая техническая обученная команда на флаге. Это центр религиозной деятельности. Это центр, который предназначен для того, чтобы наша с вами технология вошла в дом каждого россиянина и жителей ближнего зарубежья. От нас с вами зависит то, насколько быстро это произойдет. Поэтому я жду каждого из вас на основах. Наши двери открыты с 10 часов утра до 10 часов вечера, 7 дней в неделю. Не упустите этот шанс. Сделайте так, чтобы наша с вами планета стала разумной как можно быстрее. Приходите! С 22 по 24 апреля в Московской идеальной организации прошла 42-я международная конференция СМАИ. Здесь присутствовали более 180 человек. Они приехали из 80 городов и 5 стран. Эта конференция посвящена координации широкомасштабных действий по распространению дианетики и саентологии в СНГ. Продолжение следует... В полном восторге от идеальной организации. Это как в саентологическом мире, как в тело организации есть рудименты. И только-только все начинается на всех порах после этой конференции. Лечу в Одессу и в этом году, чтобы в декабрю открыть организацию. Конференция проходит совершенно потрясающе. Уникальные данные, которые позволят просто взорвать область. Потрясающая конференция. Здорово все организовано. Я хочу приехать в Челны и запустить все маршруты. Я получила здесь потрясающую информацию. Теперь я знаю, что нужно делать в своем городе. Я вернусь туда и мы отклируем Урал. Мы вышли. Мы привели людей. Встали и начали продавать книги. И когда я взял человека и тут же нашел у него разрушение, он достал деньги, взял книгу, со слезами на глазах, на рецепшене, обнимал меня и говорил спасибо. После этого он пошел в сессию. И это здорово. С момента открытия идеальную организацию Москвы посетило более 1800 человек первой публики. Также были проведены 125 экскурсий по организации для очень важных персон. Представители власти, различных конфессий и религиозных объединений. 26 апреля 2011 года в идеальной организации Москвы прошел день открытых дверей под названием «Как уберечь детей от наркотиков». Подробности далее в нашем репортаже. Более 320 человек получили возможность ознакомиться с материалами и эффективными решениями проблемы наркомании по технологии Эл Рона Хаббарда. Среди присутствующих были студенты медицинских колледжей, высших учебных заведений и даже учащихся некоторых школ. Все гости познакомились с панелями для показа роликов и буклетами по антинаркотическому просвещению. Это не последнее мероприятие такого уровня. Теперь они будут проходить на еженедельной основе. С момента открытия идеальной организации мы предоставили более 5000 часов одитинга и сделали более 3 миллионов студенческих очков. У нас уже завершили свои курсы 250 человек. За последние дни было завершено 5 курсов по профессиональной работе с Е-метром и выпуск интернатуры 4 класса. Я получил громадный успех от прохождения. Я стал более энергичным, более ясномыслящим и более веселым и более позитивным. Так что всем рекомендую пройти ее именно здесь. Здравствуйте. Меня зовут Сидоров Михаил. Я одитер 5 выпускник из миссии БИЦА. Я прошел все основы. Я хочу вам порекомендовать, чтобы вы их тоже прошли. Потому что если вы их пройдете, у вас будет полное концептуальное понимание дианетики и саентологии. Это поможет вам как в движении в одитинге, так и в движении по мосту как одиторы. Поэтому обязательно приходите в идеальную организацию. Сейчас это потрясающее место, единственное в России, куда можно прийти и получить идеальный сервис и идеальное обучение. Здравствуйте. Меня зовут Врубеля Екатерина. Я председатель комитета АТИ Москвы. Как вы знаете, мы закончили огромный проект по центральному файлу. И у нас теперь есть идеальная организация. И теперь мы начинаем новую игру. Новая игра заключается в том, что каждый саентолог должен пройти основы. Основы по книгам и по книгам и лекциям. И чтобы помочь вам быстрее сделать свои основы и быстрее сделать свой следующий шаг на мосту, комитет АТИ объявляет новую игру. С 28 апреля по 10 мая люди, которые делают самое большое количество стартов на основах, получат специальные призы от комитета АТИ. Я жду каждого из вас в классе, и я жду каждого из вас на ваших основах. Недавно в Москву с концертами приехал легендарный музыкант. 22 награды Грэмми. Всемирно известный джазовый пианист Чик Корея. Он медалист свободы АТИ-7. И теперь наш большой друг. Президент церкви Антон Лычкин сделал Чику экскурсию по организации. А затем в часовне была организована дружеская встреча, где Чик Корея посоветовал саентологам СНГ как можно быстрее проходить основы. И так как мы виноваты, я хочу еще один годawk. Скорее всего, я желаю вам помнить, кто разрешит из вас, но я бы хотел еще раз повторить большую, честно говоря, что это приятно. Почему это приятно. Потому что это не так, что просмотреться, Я желаю вам так, что я хочу все готов. Я буду делать то, что я буду делать вам полного я можно, to help you in Moscow Borg. So for the staff, for the public, thank you very, very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.